Петр, ну как настрой перед боем? Немножко волнительно, потому что давно не дрался по кикбоксингу и наконец-то кикбоксинг вернулся. Немножко волнительно, но мне кажется, я ощущаю в своей тарелке все. Насколько вы готовы? Как отстаньте свою форму? Провели хороший сбор, ринг покажет, но мне кажется, что готов на все 100, потому что у меня был как бы такой неудачный пару боев, 23 завершился не так, как хотелось бы. Поэтому самое время ворваться в 23 с яркой победой. Со здоровьем все как? Со здоровьем все хорошо, провели сбор, полностью подготовились, без травм, подошли идеально. Я не могу не спросить по поводу боя с Залимханом, много обсуждали этот бой. Скажи, пожалуйста, сильно ли это задело твое самолюбие? Ну, я понял, что у меня есть хейтеры, мне было интересно почитать, что пишут в интернете. Было много дерьма, признаюсь, но я уже сказал, что палка стреляет раз в год или раз в жизни. Она вот у Залимхана выстрелена. Я не хочу делать никаких оправданий, я хочу поздравить с победой. Я уверен, что второй раз он не захочет выходить со мной в клетку, потому что это был первый, единственный, наверное, шанс, что у него это получилось. Я двигаюсь дальше, в первую очередь не хочу зацикливаться на этом. Я перезагрузился очень сильно и, еще раз говорю, в 23 я хочу ворваться с новой яркой победой. Соперник сейчас у меня очень серьезный и победа над ним даст мне два шага вперед. Ну, вот на улице, когда тебя встречают многие или тебе напоминают об этом бою, что, мол, вроде ты побольше, да, и в габаритах, да, тоже побольше. Как бы нету такого, что они тебе говорят. Ну, как так, как ты проиграл? Слушайте, да на улице хейтеры не подходят и не говорят, что там проиграл, осуждают. Они всегда все улыбаются. Ни один человек мне в лицо не сказал, что я там, что я какой-либо там застранец проиграл бой, продал бой или еще что-то. Всегда на улице все улыбаются и говорят, что это классно. Поэтому не было никаких таких стычек на улице, когда кто-то подошел. Все наоборот. Я был сейчас в Таиланде два месяца и, честно... Честно, был приятно так удивлен, ну, даже не удивлен, а что люди очень подходили, фотографировались, желали удачи, говорили, что за меня болеют, поддерживают. Поэтому это на самом деле вдохновляет и двигает, мотивирует. Но если честно, то ты сильно переживал за это? Ну, были такие, как бы, немножко осадок был, что не надо было, не надо было, как сказать, поддаваться эмоциям. Потому что, как бы, мне предложили хороший чек, мне предложили, скажем так, хорошего соперника, но я его недооценил. И именно он вот этим и воспользовался. Как ты думаешь, какая твоя главная ошибка была там? Главная ошибка именно того боя? Да, да, да. Ну, во-первых, во-первых, я говорю, что палка стреляет раз в несколько лет, там сыграло много факторов. Там сыграли эмоции, там сыграли неподготовленные, там сыграли хороший чек, скажем так. То есть, грубо говоря, то, что Залимхан выиграл, это случайность? Это, конечно, случайность, он сам это знает, как бы, это стопроцентная случайность, потому что в десяти боях из десяти был бы я в нормальной форме. Даже я не борец, даже я бы не посещал ни одной тренировки по борьбе, я бы его не допустил даже в партер. А если бы допустил, то я бы, ну, просто сломал бы его. Реванш нам стоит ждать? Я думаю, что это такой был разовый бой, это был просто, скажем так, мы поддались на эмоции, мы поддались на хороший чек. И я думаю, что второй раз нам, если, конечно, он подойдет ко мне сзади и задушит, и мне предложит хороший чек, чтобы его реваншировать, то, конечно, вперед. То есть именно вот отомстить, такой вот цель нет? Слушайте, я не гонюсь за этим, у меня есть семья, у меня есть работа, у меня есть хорошее предложение, ради чего мне стоит двигаться вперед. А зацикливаться на каком-то неудачном, скажем так, разовом таком эксперименте. Ну, я считаю, что и хардкор знает, что это был такой эксперимент. Потому что и он хотел немножко, как бы, это осадить Зелимхана, чтобы ему прилетело. Но ему не прилетело. Ты же понимаешь, что Зелимхан может по-разному отрагердно давать слова о том, что это случайность, да? Если он тебя будет провоцировать, ты подашь на эту провокацию? Я, наверное, я уже не первый год в ринге, да, и все знают, какой я. Ну, я такой человек, знаете, меня много провоцирует, меня много перед боями, но с разное бывает. Но в любом случае я очень спокойный человек, чтобы меня выяснили эмоции, это очень тяжело. Когда случилось тогда в ресторане, это было, во-первых, нежданно, во-вторых, это было перед ребятами. И я вот это как-то, ну, со мной такого не случалось. И я хотел, на самом деле, его немножко наказать. Но жизнь наказала меня. Ну и в завершении, по поводу сбора в Таиланде. Скажи, пожалуйста, ты видел там Чимаева? Да, мы тренировались с Хамзатом Чимаевым. У меня даже, мы стояли с ним в парах. Неплохо даже зарубились. Правда, он был в маленьких перчатках. Вот, ну, поскольку у меня нет борьбы, он периодически меня переводил и немножко добивал. Ну, в стойке он неплох, неплох. Весом где-то я его даже перебивал, перебивал. Но все равно своими габаритами он идет вперед и неплохо насыпает. Если бы он поднаберет вес, то, конечно, он не тяж, не тяж, но очень сильно, очень сильно физически одарен. То есть он тебя удивил, да, именно физической мощью? Не то, что меня удивил, как бы. Я работаю с тяжеловесами. Я работаю, там много было парней за 120 килограмм, которые бьют. Но они не такие скоростные. Если парни бьют, бьют мощно, они бьют не так быстро. А он, как сказать, он парень именно взрывной и с тяжелым ударом. Поэтому было интересно постоять с разной весовой категорией. И, как бы, Хамзат Чимаев – это уже имя. Ну, как у вас сложились с ним отношения? Все хорошо? Он пожелал мне удачи. Он сказал, что в ближайшем бою смотрите его бой за пояс. И мы на такой теплой ноте с ним провели много тренировок. Но спаррингов у нас было мало. Потому что он больше борец, я больше ударник. И мне не надо было в этих сборах борьба. Все говорили, вот 5 час поедет, Чимаева потренируется, борьбу подтянет. Но, сказать откровенно, борьбу я не подтягивал по одному критерию. Потому что у меня впереди бой покекбоксинг. А будет ли работа над борьбой? Сейчас, как сказать, что такое борьба? Борьба, если сейчас уходить именно в ММА, надо бокс, кикбоксинг оставлять. Потому что полноценно окунуться в борьбу. Я вот разговаривал с нормальными ребятами, ММАшниками, кто именно из кикбоксинга ушел в ММА. Именно с боксерами, кто тоже перестраивается. Надо на пару лет оставить единоборство и просто окунуться именно по таким подточкам, разбирать, что такое ММА, что такое борьба. Потому что это другой вид спорта, это другая физика. Ты когда борешься 5 минут, потом начинаешь боксировать, у тебя мышцы немножко не слушаются. А именно после борьбы, после борьбы, ребятам в ММА это проще. Ну и уже точный последний вопрос. Какие планы на этот год? Планы, во-первых, планы ворваться в 23-й год. У меня есть серьезный соперник. Саула Кавалари доказал, что он умеет бить, он умеет закатывать хорошие бои. И вот именно сейчас мне есть что доказывать именно в этом бою. Саула уже доказал. Я, в принципе, одно время тоже доказал, что я могу. Но немножко меня сейчас некоторые ребят списали со счетов. Но я хочу доказать, что Петр Манкевич еще повоюет и даст многим бой топом и с поп-ММА, либо с профессионального бокса ММА. Поэтому 23-й год мы заряжены очень сильно и хотим ворваться в него.